Итак, спасибо тем, кто вовремя сегодня. Меня зовут Алексей Ёжиков, уже известен некоторым из вас руководитель секции колчинговой ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. И сегодняшняя встреча посвящена теме стадии изменений, которая в целом может быть полезна и психологам, и психотерапевтам в том числе. Правда, многие, особенно кто имеет дело с работой с зависимым поведением, так или иначе с этой моделью знакомы. А вот в колчинге, к сожалению, этой информации мало или не хватает, и ей, к сожалению, не так часто умеют пользоваться. В когнитивно-поведенческом колчинге применять модель стадии изменений в любых других модальностях – это, как практика показывает, вещь полезная в хозяйстве. У нас сегодня такой относительно короткий вебинар. Я бы хотел рассказать, собственно, теоретическую часть. А потом мы можем, если у вас будут какие-то кейсы, естественно, с учетом конфиденциальности в отношении ваших клиентов, или какой-то обобщенный кейс, например, когда человек с таким запросом приходит, на какой стадии изменений человек находится и с чем имеет смысл поработать в данной ситуации. Мы с вами сможем эти вопросы поразбирать. Но забегая вперед, мне бы хотелось, чтобы это выступление появилось на YouTube, чтобы к нему можно было отсылать желающих в том числе. Так что, да, спасибо сегодняшней аудитории, что можете здесь послужить собеседниками для обсуждения кейсов. Итак, тема наша посвящена тому, как меняются люди. В целом понятно, что тема изменений в психике и поведении, она является основной, да, сквозной темой в когнитивно-поведенческом подходе в принципе. У нас для этого есть разнообразные инструменты, интервенции, да, всякие разные упражнения, планы действий, дневники наблюдения и так далее. Изменения происходят через это. Но исследователей довольно давно интересовал вопрос, как вообще эти изменения происходят, особенно долгосрочные. И как мы можем понять, что вот конкретно у этого человека это изменение желаемое скорее произойдет или скорее по каким-то причинам случится откат. Естественно, этот вопрос первым возник в клинической среде. И сама модель первой стадии изменений появилась в исполнении про Хаски, Норкроса и коллег, которые занимались лонгитюдными исследованиями эффективности всяких разных методов по работе с зависимыми. Имеется в виду зависимость алкогольная, табачная и от всяких психоактивных веществ. На протяжении, ой, прощение, что-то у меня упало громко. На протяжении, где только полутора десятков лет, наверное, коллеги вместе с Министерством здравоохранения, в общем, со структурами государственными в Соединенных Штатах, исследовали корпус данных о большом количестве людей, зарегистрированных на прошедших те или иные вмешательства по поводу зависимости. Задачей этого исследования достаточно продолжительного ставилось найти какие-то закономерности, которые бы могли сказать о том, какие факторы влияют на благоприятный прогноз относительно того, что вот этот человек сможет войти в состояние трезвости или ремиссии, а вот этот человек по каким-то причинам не сможет. Есть ли какие-то факторы, которые значимо позитивно влияют на методологические факторы, которые влияют на результаты, то есть какие программы, какие методы лучше работают и так далее. То есть вот был такой широкий спектр вопросов. И в итоге, после того, как было обработано порядка, не буду врать, по-моему, как помню по памяти, где-то около 150 тысяч человек данные, примерно 150 тысяч человек, у Прохаски с коллегами не обнаружилось никаких точных факторов, кроме одного, который оказался, что он имеет предсказательную силу, и они смогли по статистике 93% обнаружить тех, кто, скорее всего, скатится в рецидив, то есть не удержится в ремиссии. И этим фактором стал некий набор, некая последовательность шагов или стадий, по которым люди проходят для того, чтобы прийти в состояние трезвости. Вообще говоря, разные модели, которые связаны со стадийностью изменений, возникали тут и там по разным поводам. И заранее скажу, что большинство из них критикуются, или даже было показано, что они, в общем, не очень-то эффективны или имеют, по крайней мере, свои ограничения. Например, многие из вас слышали про стадии принятия потери по Кюблер-Росс. Там, конечно, журналистика очень сильно расширила модель применения на любые потери. Там это была именно потеря близкого человека, в смысле смерть близкого человека и стадии горевания. Потом проводилось множество исследований, которые показали, что на самом деле необязательно люди проходят прямо по тем стадиям, который описывал Кюблер-Росс, что некоторые стадии могут выпадать, может меняться порядок, там несколько циклов происходить, ну и тому подобное. Поэтому это я заранее говорю о том, что у модели про Хаски с коллегами есть тоже научная критика. И это говорит как раз-таки о научной обоснованности модели, потому что у нас нет никаких фактов или принципов, которые были бы на 100% верны. Мы всегда знаем, что у тех данных, которые мы получаем, у тех моделей, которые мы строим, есть границы применимости, и значит, где-то мы можем с этими границами встречаться. Поэтому признак научного знания, который развивается в научной обоснованной парадигме, как раз предполагает, что критика даже наиболее распространенных моделей – это хорошо. В качестве примера тоже вам могу привести биопсихосоциальная модель, на которую опирается и когнитивно-поведенческий подход, и многие другие, также имеет достаточно большое количество критики и претензий, как модели, прагматически применяемых в медицине. То есть, мне кажется, важно было сделать эту виньеточку для того, чтобы сказать о том, что относитесь к этому как к некоему выводам из большого количества собранных данных, на которые вы можете опираться при принятии решения с клиентом, с данным конкретным клиентом. Но при этом помнить о том, что жизнь разнообразнее моделей, и с данным конкретным клиентом, может быть, будет требоваться что-то другое. Но так или иначе, перейдем, собственно, к теории. Точнее, теория о наблюдении. Прохазка с коллегами, не знаю, как сказать, обнаружили, наверное, что люди проходят через определенные стадии, когда они хотят претерпеть те или иные положительные изменения. Причем, понятно, что данные сначала были собраны на темах зависимости, но дальше они были экстраполированы на любые позитивные изменения, в том числе, если мы говорим о коучинге, то и на изменения из состояния условной нормы или условного благополучия в достижение каких-то результатов, каких-то жизненных целей и тому подобного. Набор стадий в целом меняется еще у некоторых авторов, потому что тоже мы не будем на этом подробно останавливаться. развитие стадийной модели изменений было проделано и в области когнитивно-поведенческой психотерапии. По этому поводу есть отличная статья Артура Фримана с коллегами Фриман и Доллан. Артур Фриман и, забыл имя, автор Майкл Пондоллан. Есть отдельная статья по стадиям поведенческих изменений в КПТ. Кстати, ссылки на все статьи я предоставлю для того, чтобы мы могли на Ютубе выложить ссылки именно на научные данные. Но так или иначе, модель Фримана-Доллана более подробная, там некоторые стадии разбиты еще дополнительно, на три. Но основная модель выглядит примерно следующим образом, что вначале человек находится в состоянии неосознанного незнания. То есть человек не знает, что у него есть какая-то проблема или не знает, что есть какая-то возможность вообще для позитивного изменения. Просто в клинических случаях мы говорим о стадии сопротивления. Например, зависимый от психоактивных веществ или от алкоголя человек, находясь на этой стадии, говорит, ну что, у меня все в порядке. Ну я употребляю, все употребляют, смотрите, ну это нормально, мне вообще неплохо, я могу в любой момент остановиться, я контролирую все то, что со мной происходит. Это все стадия сопротивления. Если пытаться вот так коротко это очертить девизом, я не готов и, возможно, я даже не то, что не готов, я вообще даже не представляю, что могут существовать какие-то позитивные изменения. Да, что я могу жить какую-то другую жизнь. После того, как человек, находящийся в негативном состоянии, например, в синдроме зависимости, получает все больше сигналов от внешнего мира насчет того, что с ним что-то не так, ему говорят об этом близкие, у него портятся отношения с семьей, он, я не знаю, претерпевает существенные финансовые потери, оставив в баре всю зарплату, я не знаю, травмы получает, потому что не может себя контролировать или попадает в какие-то ситуации неприятные. Чем больше таких ситуаций происходит, тем больше шансов, что в тот или иной момент человек перейдет в стадию размышления. А вот кажется, что все-таки столько сигналов от реальности, что может быть со мной действительно что-то не так. То же самое касается и позитивных изменений из благополучного состояния. То есть человек откуда-то начинает узнавать или появляется какая-то идея, что может достигнуть каких-то еще более приятных жизненных условий. Приехать в другую страну, открыть новый бизнес, реализовать какие-то свои интересы, получить второе образование, что угодно. И чем больше этой информации попадает к человеку, опять же он переходит в стадию размышления, но относительно просто позитивных изменений из относительно благополучного состояния. И что мы точно знаем, что стадия размышления может продолжаться годами и не закончиться никогда. То есть люди с зависимостью могут говорить, да, кажется, у меня проблема, может быть, мне что-то с этим нужно сделать. Они, может быть, даже пробуют что-то делать, но ничего не получается. Иногда это какое-то эмоциональное решение, которого хватает на несколько дней или недель, но потом происходит возврат в предыдущее состояние и так далее. То же самое и люди, которые хотят какого-то существенного улучшения своей жизни, но при этом они взвешивают за и против, понимают, что не хочу я платить столько денег за то, чтобы получить вот это. Или я не хочу расходовать столько времени для того, чтобы моя жизнь изменилась вот в эту сторону. Я лучше займусь чем-нибудь другим. Но при этом через 10, 15, 20 лет человек все равно может сказать, жаль, что я тогда вот не начал, да, не попробовал. И это тоже показывает о том, что, говорит о том, что стадия размышлений все еще продолжается и не была завершена. Но, допустим, по отношению к конкретному изменению, либо с точки зрения возврата в ремиссию или с точки зрения позитивных изменений, человек понимает, что да, все-таки я буду это делать. То есть мне это нужно, я этого хочу, я вижу, что мне в любом случае это необходимо. Возникает ключевая третья стадия, о которой как раз про Хаска с коллегами говорят о том, что в этом и заключается тот самый философский камень. В этой стадии и заключается та проблема, из-за которой люди откатываются обратно в исходное состояние. Это стадия подготовки. Оказывается, для того, чтобы позитивное изменение сохранилось, важно подготовиться к тому, чтобы туда входить. И мы поговорим о том, как именно это происходит. Как пример, человек, который планирует перейти в трезвость по отношению к алкоголю и психоактивным веществам, ему полезно пройти через определенные стадии. Например, разработать собственный противорецидивный план, пройти некое психообразование насчет того, как устроена его зависимость, вылить весь алкоголь, который есть дома, продумать, как этот человек, с кем этот человек будет общаться, если он не будет общаться с компанией, где этот человек привык употреблять. Многое-многое другое. То есть перед тем, как начать что-то делать, важно простроить четкую последовательность, поднять свою мотивацию, убедиться, что наработаны какие-то навыки для того, чтобы противостоять соблазнам и срывам в перспективе, опору на свои собственные ценности и так далее и тому подобное. То же самое касается значимых позитивных изменений из условно-благополучного состояния, потому что если я собираюсь сделать что-то большое, мне может не хватать ресурса, мне может не хватать каких-то навыков, которые имеет смысл наработать до того, чтобы входить в поток, каким-то образом выстроить опору на сеть поддержки, поверить вообще в то, что я могу этого добиться и так далее. Значит, важно, что решение об изменениях наступает в конце стадии размышления. То есть в конце стадии размышления, переход в стадию подготовки – это принятое решение о том, что да, я буду меняться. И как раз если люди с этой точки, с момента принятия решения, сразу переходят в стадию действия, не пройдя стадию подготовки, то велик шанс отката назад. Потому что возникают непредвиденные, если не было стадии подготовки, препятствия, у человека есть моменты, когда какая-то затягивает рутина, снижается мотивация, высокий стресс. И, естественно, человек возвращается к прошлому гомеостатическому состоянию, откатывается в те привычки, в те паттерны поведения, которые были раньше. Поэтому итогом окончания подготовки, стадии подготовки, становится то, что готовность к изменениям у человека является достаточно высокой. То есть есть четкие планы, понимание по шагам, как я буду это делать, навыки противодействия откату назад и так далее. И стадия действия – это, собственно, я уже начинаю это делать. Я с сегодняшнего дня не употребляю алкоголь, я с сегодняшнего дня начинаю предпринимать действия, собирать документы для переезда куда-нибудь, я начинаю готовиться к вступительным экзаменам и тому подобное. И пятая стадия, стадия сохранения, она подразумевает уже закрепление того, что в стадии действия был наработан. Соответственно, с точки зрения периодов, длины этой периодизации. Стадии сопротивления и размышления могут продолжаться сколь угодно долго. Стадия подготовки обычно занимает единицы месяцев, то есть в зависимости от конкретных состояний, от нозологии, от того, что с человеком происходит. Условно, если мы говорим про позитивные изменения из условно нормального состояния, то от недели до месяца, полутора, может быть, двух. Насколько я помню, там сильно дольше в подготовке не задерживаются, потому что решение уже принято, и важно довольно активно двигаться вперед. И стадия действия, если мы говорим, опять же, про какие-то, про работу с зависимостью, может продолжаться до полугода-года. Если мы говорим про какие-то достижения, то понятно, что это может быть и год, два, три, для того, чтобы сделать какой-то значимый скачок в благосостоянии, в физическом состоянии и так далее. То есть понятно, что здесь рамки могут плавать. И сохранение – это стадия, в которой человек может находиться, опять же, долгое время, то есть периодически смотреть, все ли нормально, не откачусь ли я назад. Также некоторые исследователи выделяют фазу завершения, когда, в общем-то, можно сказать о том, что позитивное изменение полностью состоялось. Единственное, что по отношению к зависимостям, алкогольная, химическая, игровая, по-моему, и некоторые еще, исследователи до сих пор спорят. То есть кто-то говорит о том, что стадия завершения в этих случаях есть, кто-то говорит о том, что нет, стадии завершения в этой ситуации не существует. В любой момент зависимый может сорваться, поэтому предполагается, что человек вошел просто в пожизненную ремиссию. В идеале она будет пожизненна. Теперь мы можем посмотреть на это и с коучинговой точки зрения, и понять, что если мы говорим про какие-то… если это не проблемный запрос, а запрос, связанный с достижением цели, с целью развития и так далее, то у нас вместо стадии сопротивления скорее можно назвать незнанием, или какой-то условно нулевая стадия. Так или иначе, наши клиенты в коучинге обычно оказываются с нами на стадии размышления. Они приходят с запросом, потому что оказываются в работе с коучингом, потому что что-то им нужно, что-то они хотят. Где-то внутри есть неудовлетворенность сегодняшним состоянием дел. То есть хочется, чтобы они как-то поменялись. И большая часть запросов в коучинге – это запросы на стадии размышления. То есть я вот с одной стороны хочу, а с другой стороны не хочу. Я вот вроде хочу туда двигаться, но я вообще не понимаю, куда, как это будет выглядеть. Я не знаю, как это начать. Мне все говорят, что вот надо бы, и я вроде как тоже хочу, но как-то нет энергии, мотивации на это. Наверняка тем, кто работает с клиентами в коучинге, знакомы такие ситуации, такие клиенты. И они, очевидно, находятся в стадии размышления. Реже к нам приходят на стадии подготовки и действия. Но и такое тоже бывает. На стадии подготовки, когда человек говорит, вот все, я решил, я начинаю заниматься спортом, но мне нужно разобраться, как вот этим реально заниматься и не откатиться назад. Помогите мне. Я хочу, чтобы мне повысили зарплату. Я понял, что вот я готов предпринимать активные действия в этой компании, пока я этого не добьюсь или тогда не покину эту компанию и не уйду в другую. Все, я решил, но мне нужно четко простроить план действия, понимать, как это будет происходить и тоже иметь поддержку. Или все, я точно открываю бизнес, теперь мне нужна помощь в том, чтобы бизнес, собственно, с нуля поднять. И иногда люди приходят уже в стадии действия, то есть вот все, бизнес открыл, вот оно как-то там живет, а теперь мне надо разобраться, что с этим совсем делать. И здесь тоже возникают иногда коучинговые задачи, иногда они больше тяготеют в сторону консалтинга или обучения. Сейчас мы с вами дальше увидим, что практика показывает, что с разными стадиями нужно работать по-разному. К счастью, в этом мы снова можем опираться на фактические данные, собранные проказкой коллегами, что на разных стадиях эффективными являются разные стратегии действий. И это как раз они подтвердили, то есть это не просто авторские рассуждения на эту тему, это подтверждено цифрами, конкретными исследованиями. Стратегия на стадии сопротивления это повышение осведомленности, сбор информации, в общем, поиски того, что указывает на то, что проблемы существуют, или что указывает на то, что оказывается можно достичь вот такого-то уровня чего-нибудь. С коучингом, наверное, здесь проще. То есть к нам в коучинге, наверное, редко приходят стадии сопротивления. Если кто-то приходит, то это в лучшем случае, ну или в худшем случае, не знаю в каком. В общем, то, что мне приходит в голову, это когда человека в организации, в компании говорят им, вот иди сейчас, прокоучись, чтобы нормально с людьми коммуницировать, иначе мы тебя уволим, потому что ты токсичен в своем подразделении. И человек приходит на это как на последний какой-то довод от руководства, но при этом сам считает, что с ним все нормально, и в общем с теми, кто вокруг не очень нормально. Коучи прекрасно знают, что работать в таких случаях, ну в общем-то, довольно бесполезно. И здесь мы все равно можем провести сессию с таким клиентом, если вдруг это каким-то образом связано с контрактом, так, чтобы она была действительно эффективна человеку на этой стадии. И вот только в таких случаях они бывают, в общем, довольно редкими, потому что коучи все-таки люди приходят с какими-то своими запросами чаще. В таких редких случаях все-таки у нас есть стратегии, которые обоснованно работают. Если человек находится в стадии размышления, то там обычно человек находится в эквивалентности, между тем хочу я оставить все как есть, или я хочу что-то изменить. Если я хочу что-то изменить, то как, до какого уровня, сколько я готов на это потратить ресурсов и времени, сил, чего угодно. И, собственно, принятие решения. Вот это основная стратегия в стадии размышления. Помочь человеку максимально эффективно, максимально ценно, индивидуально для этого клиента, пройти через все свои внутренние вопросы, неясность и так далее, и помочь принять решение, которое будет наилучшим для самого клиента, и чтобы клиент самостоятельно это решение не принял. А не мы сказали делать так, делай по-другому. Ну, собственно, да, если говорить о зависимостях, то здесь точно такая же история. В стадии размышления важно, когда человек в итоге сам принимает решение о том, что да, я хочу перейти в полную трезвость. Потому что, опять же, современная научная парадигма не предлагает никаких других вариантов для борьбы с зависимостью от алкоголя и веществ. Только полная абстиненция. И, как мы понимаем, мы можем сколько угодно это говорить нашему пациенту, клиенту, подопечному, но это вообще не будет никак воспринято. Скорее скажут, доктор, что-то вы мне не нравитесь и вас покинут на этом. Поэтому как раз-таки вот это исследование амбивалентности активное может помочь тому, чтобы человек принял решение как раз-таки из заботы о себе, причем проработав все моменты, которые связаны с позитивными сторонами употребления. Ну, тут немножко отошел от коучинга, но тоже, чтобы показать, что стратегии и в терапевтической, и в коучинговой работе одинаковые. Стадия подготовки, она является, возможно, ключевой. Ну, из того, о чем говорили про Хаск с коллегами, о клинических обстоятельствах, в принципе, ключевой. Как показывает моя практика, в коучинге тоже. Единственное, что у меня, к сожалению, нет подтверждающих исследований на этот счет. Я не искал их целенаправленно, но мне они не попадались. Это не значит, что их нет. Я предполагаю, что существуют какие-то отдельные исследования, вряд ли на уровне метаанализов, которые что-то говорят по поводу стадии подготовки в коучинге. У меня, к сожалению, таких данных нет. Но, тем не менее, мы опираемся на наилучшие данные, которые у нас есть. И здесь говорим о том, что стратегия, как вы уже прочитали на слайде, формирование намерения, то есть человеку уже ясно, что нужно меняться, он уже уверен, что нужно меняться. Но здесь нужна решимость. Такая намерение, вовлеченность, четкий план действий, четкий план управления средой в коучинге, у нас это возможно, предотвращение откатов к обратному состоянию, к исходному, точнее, и тому подобное. Вот здесь важно, чтобы эта подготовка была проведена, потому что в стадии действия человек уже непосредственно реализует план. И там мы больше работаем с какими-то конкретными навыковыми моментами и с проблем-солвингом. Решение проблем – это у нас, как у коучей, довольно хорошо наработано. В рамках сохранения, если мы говорим о коучинге, там могут ставиться, как тоже, да, можете прочитать, повторюсь, более амбициозные цели, говорить о том, что вот я заработал миллион в месяц, теперь хочу пять, или там, я не знаю, купил квартиру внутри МКА, да, теперь хочу внутри Садового кольца, ну, то есть, может быть, что угодно, да. Я выиграл региональное соревнование и теперь хочу выиграть всероссийский чемпионат, да, можете фантазировать дальше как угодно. И это становится частью, собственно, следующего витка изменений, который проходит ровно через те же стадии, да, то есть снова человек проходит через размышления, подготовку, действия, и так изменения за изменениями продолжаются. Теперь по инструментам. Все то, о чем я рассказываю, у меня там были ссылки, да, оно описывается в книжке, вот такой вот про Хаско-Норкласс деклемент о психологии позитивных изменений. К сожалению, бумажный тираж весь распродан и нового почему-то не печатают. В электронном виде вы можете купить на электрессе, по-моему, в других интернет-магазинах. С здоровыми продуктами она есть. Так вот, в этой книге подробно описаны инструменты, на которых мы сейчас с вами не будем подробно останавливаться, потому что какие-то для вас будут самоочевидными, да, какие-то вы можете просто в книге более подробно прочитать, если испытываете к этому интерес. Что здесь, наверное, самое главное, на что нужно обратить внимание? Все наши коучинговые инструменты, исследование результата, исследование жизненной цели, да, желаемого состояния, как человек там будет себя чувствовать, что он там будет про себя думать, как человек там будет действовать и так далее. То, что здесь, да, во втором пункте описано, как расширение образа целевого состояния, это то, к чему мы, как коучи, очень привычны, да, и умеем это делать. И вот это действительно важный шаг на стадии размышления. И это говорит нам о том, что если человек уже находится в фазе подготовки или действия, то, возможно, уделять этому очень много внимания, нет смысла большого, потому что, вероятнее всего, человек уже на стадии размышления там простроил для себя достаточную глубину картины. Но если к вам пришел клиент на стадии размышления, то вот уделить этому достаточный объем внимания оказывается действительно важно. Опять же, то, что с этим связано, да, образы, коллажи, визуализации этого будущего состояния, тоже то, что мы с вами умеем хорошо делать в исследовании целевого состояния, вот это тоже все сюда относится. И более того, как вы понимаете, это же может использоваться, должно использоваться и в терапевтической модальности. То есть как себе человек представляет свое измененное состояние. Причем мы говорим не обязательно про трезвость. Это может быть ремиссия любого заболевания. РПП или, не знаю, ПТСР или чего-нибудь еще. То есть мы можем здесь расспрашивать человека, конечно, не о том, как будет выглядеть его жизнь при реализации терапевтической цели, а скорее какие у него будут жизненные цели, которые он сможет реализовать после того, как терапевтическая цель будет выполнена. То есть там аэрофоб сможет летать в разные страны, и это может быть какими-то коллажами моря, пальм, небоскребов в Дубае или в Нью-Йорке, неважно, да, вот какие-то такие вещи, которые были бы эмоционально заряжающими, чтобы фокус внимания переходил с фокуса на проблеме, на сегодняшнем состоянии, на том, где я не хочу быть, на то, куда я хочу, потому что это увеличивает, собственно, степень мотивации, активность, увойнтинг нейронов, ну и все такое прочее. Очень важным является функциональный анализ того, что сейчас происходит с человеком, да, то есть какую функцию выполняют все то, что те механики, те паттерны поведения, которые удерживают его в сегодняшнем гомеостазе, и анализ плюсов и минусов, вот это инструмент, который мы тоже в коучинге знаем, но мне кажется, им редко пользуются коллеги именно в стадии размышления. То есть это очень простой инструмент, очень понятный, которым удобно пользоваться и при работе с какими-то состояниями, требующими терапевтического вмешательства, и в психологическом консультировании, и в коучинге, да. Отдельно я не вынес это на слайд, проговорил на всякий случай для тех, кто не знает, как это устроим. Лист бумаги делится двумя линиями, центральными, горизонтальными и вертикальными, на четыре части, да, четыре прямоугольника получается. И мы, значит, горизонтальные квадраты, да, это, ну, точнее, по горизонтали идет сегодняшнее состояние, да, или исходное состояние, или сегодня, а внизу, вот нижние два квадрата, это будут про будущее состояние, то есть то, куда я хочу прийти, ну, или раздумываю о том, чтобы туда прийти, да, еще, может быть, не хочу, но я размышляю о том, каким будет мое будущее, если я перейду в трезвость, избавлюсь от аэрофобии, или заработаю миллион. И по вертикали у нас идут плюсы и минусы, соответственно, исходного и желаемого состояния, да, то есть у нас всего получается четыре квадранта, и обходятся они в определенном порядке, заполняются клиентам. Сначала плюсы сегодняшнего состояния, то есть почему то, как сегодня, что это мне дает, да, там, я экономлю силы на то, чтобы там, мне не нужно больше работать, чтобы достичь какого-то результата, или для меня это, там, снижает мою тревожность, когда я, там, заедаю или, там, употребляю что-нибудь, ну, и так далее, да, то есть список плюсов, зачем мне вот те паттерны поведения, которые сегодня у меня есть. Про убеждение то же самое, да, потому что в когнитивно-поведенческом подходе у нас есть поведение, убеждения, эмоции, да, какое мне все это дает, какие позитивные результаты национально мне это дает. Следующим квадрантом заполняются минусы сегодняшнего состояния, да, то есть а в чем проблема-то? То есть когда человек находится в стадии размышления, там уже явно есть какие-то минусы того, что сейчас у человека есть. и человек записывает минусы, в чем проблема. Следующий шаг – это именно минусы будущего состояния, да, здесь это важно, это инструмент мотивационного консультирования в том числе, поэтому мы помогаем человеку сформировать намерение для движения в будущее, если оно имеет достаточное количество причин внутри, да, то есть все-таки это не является коучинге каким-то директивным действием, да, и не является манипуляцией, это формат, опять же, предполагающий в этом анализе размышлений переход из настоящего все-таки в будущее, да, к желаемому состоянию, что мы обычно и делаем, когда работаем в коучинге с клиентом. То есть здесь тоже вся эта история согласуется. Значит, дальше заполняются, да, как я сказал, минусы желаемого состояния, то есть вот все-таки я пойду к своему миллиону или все-таки я перестану употреблять, в чем проблема, да, какие будут у этого минусы. Вы можете заметить, что очень часто плюсы исходного состояния и минусы нового, да, желаемого, они могут быть похожи, то есть то, что здесь является плюсами, здесь является минусами, и наоборот. Но иногда, и это тоже важно, могут появляться отдельные пункты, которых нет в других квадрантах, которые по аналогии могут быть заменимы. Поэтому, когда вы работаете с этим, важно, чтобы клиент записывал все. То есть если плюс исходного состояния может быть перефразирован как минус будущего, то пусть он будет перефразирован. И после того, как заполнен этот квадрант полностью, заполняется квадрант плюсов желаемого состояния, да, плюсов будущего состояния, плюсов трезвости, плюсов достижения какого-то результата и так далее. Вот такой инструмент, кто-то им владеет, кто еще не владеет, начинайте, пожалуйста, применять именно на стадии размышления. Переоценка «я» – это тоже интересно, что для коуча достаточно известная и во многих школах тренируемая практика. Она называется «работа на уровне кто?», когда мы задаем вопросы, то есть каким ты будешь, кем ты будешь, когда твое желаемое состояние или результат, твоя цель будет достигнута. То есть не просто как ты будешь себя чувствовать, как ты будешь действовать, а именно каким ты будешь, кто ты будешь, как ты будешь себя ощущать. То есть здесь мы работаем над тем, чтобы у человека возникала еще некая внутриличностная мотивация к тому, чтобы переходить к принятию решения об изменении. Если мы говорим о каких-то значимых изменениях, человек нередко чувствует себя одиноким в них. То есть мне все придется сделать самому. Более того, я потеряю, возможно, когда начну меняться тех людей, которые поддерживали меня раньше. То есть я кратно увеличу свой доход, и, возможно, мои друзья, которые этого не сделают, им будет со мной, или мне будет с ними неинтересно, или они как-то будут меня по-другому воспринимать. И есть шанс, что я вообще потеряю друзей. Ну, или приятелей, по крайней мере. Или я не знаю, кто меня поддержит в том, чтобы я перестал употреблять. В этом случае на стадии размышления очень важно, чтобы человек подумал о том, на кого он сможет опираться в своих изменениях. Опять же, с точки зрения плюсов-минусов тоже, чтобы и биологические, психологические, и социальные моменты там были разобраны. То есть кто будет моей сетью поддержки, кто будет выгодоприобретателем от моих позитивных изменений. Кто сможет меня стимулировать к этим изменениям, если я попрошу. Кто будет просто радоваться за мои позитивные изменения. С кем я могу идти в тандеме. Ну и тому подобное. То есть вот это все тоже важная часть стратегии. И в стадии размышления могут появляться первые наброски планов действия или каких-то вариантов, как могут пойти дела в этих изменениях по этой ветке или по этой ветке. Но очень важно, это еще не является четким планом действий, с которым человеку нужно будет двигаться. Многие клиенты, они сразу начинают простраивать планы. А, ну вот, наверное, я пойду так-то и так-то. Мы понимаем, что это делать, ну если человек делает, значит, ему это нужно, в том числе для того, чтобы принять решение. Но здесь важно, чтобы на уровне осознанности было, что это только наброски планов. Это некие гипотезы относительно того, как это будет происходить. Что нередко происходит в стадии размышления? В стадии размышления наши с вами клиенты могут бросаться в действие и откатываться назад из-за недостатка подготовки. Бросаться в действие, откатываться назад. Здесь нам очень важно помогать клиентам не проваливаться в идее о, собственно, никчемности или о том, что это изменение невозможно, переформулировать, реструктурировать убеждения по этому поводу в пользу того, что это опыт, который может быть осмыслен и из которого могут быть сделаны выводы. Почему вот так не сработало? То есть довольно типичная история в позитивных изменениях, что любой опыт – это урок, и важно его отрефлексировать, понять, где я споткнулся, для того, чтобы в дальнейшем на стадии подготовки иметь возможность этот момент отработать. К нам могут приходить люди на стадии размышления, которые уже несколько раз предприняли недействующие попытки до этого. И вот тогда это становится очень важным моментом, произвести этот, выражаясь языком НЛП, рефрейминг и помочь человеку из проблем и из ошибок сделать от своим ресурсом, сделать оттуда выводы самостоятельно, которые действительно помогут и приобрести больше мотивации для принятия решения, и более эффективно отработать на стадии подготовки. Соответственно, работая с этим всем на стадии размышления, человек приходит к принятию решения, хочу я меняться или нет. Здесь еще один важный момент. Принятие решения, что я не хочу меняться, это тоже результат. Конечно, если мы говорим о зависимостях или о вас, как о терапевте, это может быть удручающим результатом, но это тоже результат. Если мы говорим о коучинговой работе, то это блестящий результат, прекрасный, потому что человек не вложил большого количества энергии, ресурсов, денег в то, чтобы достигать какого-то результата, который ему или ей на самом деле не нужен или не важен, не интересен. Бывает такое, что человек зажигается, говорит, да-да-да, я вот это хочу, значит, мне обязательно надо заработать на красной ламборгини, тогда, значит, у меня все будет классно. И человек приходит, говорит, я хочу вот красного ламборгини прямо завтра. Но мы понимаем, что человек находится на стадии размышления, потому что, например, у него нет вообще никаких планов, как у него этот красный ламборгини появится. Он услышал об этом, допустим, недавно. И когда начинаешь чуть больше расспрашивать о аспектах вот этой желаемой цели, становится понятно, что они не про ламборгини вообще. И в таком случае мы приземляем человека в то место, где он реально находится, помогаем человеку обнаружить, что он находится на самом деле на стадии размышления. И так или иначе, по итогу человек может, все-таки осознанно пройдя стадию размышления, понять, что ему не нужен красный ламборг, ему нужно что-то другое. Например, навыки управления бизнесом более какие-то прокаченные. Резюмирую эту мысль, что иногда клиент, который к нам пришел, может выглядеть как человек на стадии действия или на стадии подготовки к действию, но по факту это не так. И важно уметь тоже это заподозривать, обнаруживать. Если вдруг вы это в какой-то момент заметили, то, естественно, выносить это на уровень метакоммуникации, возвращать клиенту и, собственно, работать с истинным запросом, который есть и на той стадии истинной, на которой человек находится по отношению к изменениям. Итак, допустим, с вашей помощью, ваш каучит, подопечный, актор, клиент принял решение. Да, я хочу, чтобы эти изменения произошли. Я готов туда идти или готов. на этом моменте, как мы помним, там уровень понимания и готовности к изменениям где-то на уровне шестерочки, семерочки по десятибалльной шкале. То есть человек, да, я готов, но еще я многого не понимаю, многого не знаю, и у меня есть только наброски каких-то альтернативных сценариев. Вот здесь принятие решения это, собственно, уже переходный момент в стадию подготовки. Но что там важно? Что на определенный этап для человека изменение должно стать главным приоритетом жизни. Насколько возможно, да, получить максимальный приоритет. Что вот ближайший месяц, например, если это какое-то значимое изменение, мой основной фокус внимания, несмотря на рутину, несмотря на дела семейные, направлен на это. Очень важно в этой стадии простраивая планы, да, но вот здесь все вместе, подготовка уже планов действий конкретных, что я буду делать. Это работа с тем, какие будут последствия, да, домен, поддомен естественные последствия действий, какие будут последствия, когда я эти действия буду выполнять. Ну, то есть, я начну бегать, допустим, на улице, да, какие у этого могут быть последствия, которые могут быть для меня не очень приемлемы. я могу подвернуть улицу на скользкой дороге, если будет дождь, улицу, господи, подвернуть ногу на скользкой дороге, если будет дождь, да, или я могу простудиться, если буду бегать плюс один. Ага, что еще может быть, да, не знаю, познакомлюсь с кем-нибудь на пробежке и будем бегать вдвоем, тоже будет прикольно. Да, вполне возможные, да, вполне возможные результаты. И, исследуя это, можно, опять же, человеку помочь проработать негативные возможные последствия того, что человек начнет делать и, наоборот, подкрепить мотивацию к изменениям, фокусом внимания на возможных позитивных последствиях этих изменений. Но при этом, если мы говорим про естественные последствия, как мотиватор, как демотиватор, то триггеры действий, то есть то, что должно запускать эти действия, то, что может помешать запустить эти действия из плана, вот это на стадии подготовки просто ключевой момент. То есть для того, чтобы я завтра вышел на пробежку, как я могу максимально снизить трение по отношению к тому, чтобы завтра это произошло. То есть, чтобы оказаться на улице, давайте идем из точки B в сегодня. Если я завтра должен оказаться на улице. На улице я окажусь, какая бы ни была погода, но при этом, значит, в кроссовках, в одежде по погоде, которая подобрана таким образом, чтобы я с одной стороны не перегрелся, с другой стороны меня не продуло, а с третьей стороны я не замерз в ходе высокой нагрузки. Вот я должен в этой одежде оказаться там на улице, при этом, чтобы это не нарушило мой график, там, чистку зубов, завтрак, там, что-то еще. И тогда, чтобы это произошло наиболее легким и естественным образом, я должен заранее определиться, да, на разные погодные условия, в чем я буду бегать. У меня заранее должен понимать, в каких кроссовках я буду это делать, в зависимости от того, сухая или влажная погода, снег там, или лето. И у меня все это должно быть в наличии для того, чтобы я мог выйти на пробежку. А еще, наверное, разумно где-то это положить поближе ко мне с утра, не поближе к выходу, потому что я туда могу не попасть, пока буду сонный ходить, уплыву в какие-то свои стандартные триггеры действия, да, там, начну залипать в ленту мобильного телефона. Мне нужно, чтобы вот я проснулся, у меня взгляд падает, вот, подготовленные кроссовки и подготовленная одежда, да, вот, прямо сейчас надевай и беги, потом прибежишь, будешь завтракать, условно говоря. Вот проработка именно этих моментов, да, то есть, какие спусковые крючки человек может сам себе создать, чтобы максимально облегчить вход в желаемые действия и что конкретно человек может проделать для того, чтобы убрать наибольшее количество крючков или тормозов, которые могут помешать это желаемое действие делать, да. Это основная история противодействия срыва. Более того, да, важный инструмент это план противодействия срывам. На этом этапе план противодействия срывам это реальный документ, который человек для себя пишет сам. Он может включать в себя разные вещи. Например, элемент плана противодействия срывам, который используется достаточно широко, это так называемое письмо в будущее. я из ресурсного состояния пишу себе из будущего, который хочет прямо сейчас не бежать на улицу или не хочет прямо сейчас делать какие-то действия связанные с контролем подчиненных или который вот прям завтра хочет купить алкоголь и употребить его не отходя от кассы, да. Вот этому человеку, который находится в будущем явно в каком-то нересурсном состоянии, я пишу письмо от себя с напоминаниями этому человеку в будущем, зачем ему сейчас этого, зачем ему сейчас это сделать или зачем сейчас этого строго не делать. Со всеми напоминаниями о том, почему я принял это решение, почему для меня это действительно важно, что завтра я пожалею о том, что я откатился назад, а если я этого сейчас не сделаю, то я буду завтра собой гордиться. Ну и так далее, и так далее. То есть такое мотивационное письмо на полстранички А4 может быть, это такой важный инструмент. Я знаю, что я сам себе протягиваю руку из ресурсного состояния в нересурсное. План противодействия с срывом. Он может включать и должен включать описание конкретных триггеров срыва. То есть, что если завтра будет плохая погода, что если я буду уставший на стрессе, что если я еду в командировку, что если я заболел. То есть понятно, что когда я заболел, я бегать на улице не буду, но как я буду возвращаться сразу после того, как я вернусь в более стабильное состояние. Эта вещь является тоже одной из ключевых. Кроме этого, я написал, тренировка навыков. Понятно, если мне что-то не хватает, то надо сначала потренироваться на кошечках. Если речь идет про, допустим, то, что я говорю себе, что мне для моих значимых изменений надо провести 20 нетворкинг-встреч с незнакомыми мне людьми, зайти к ним в холодную через Телеграм и попросить их о встрече. И для меня, допустим, это страшно. И вообще мне кажется, что у меня это сделать не получится. То вместе с коучем на стадии подготовки можно прям за ручку пройти сначала с теми, с кем менее страшно провести этот диалог, увидеть, что тебя никто не съел, поведенческая экспозиция происходит. И потом, значит, с этим уже натренированным навыком переходить непосредственно в реализацию этой задачи. Навыки могут быть какими угодно другими. Работа с сетью поддержки и принятие публичных обязательств это как раз выстраивание уже конкретных договоренностей о том, как вам могут помогать. Ну, то есть при вас не употреблять, говорить вам с утра давай, милая, беги, у тебя все получится. Поддерживать, если это требует, например, инвестиций какого-то времени, которое с вами проводила бы семья. Семья говорит, да, мы понимаем, что это важно для тебя, поэтому давай, делай, мы в тебя верим, чтобы все эти договоренности, они происходили, слова эти были произнесены, опора получена. И здесь ответственность лежит на клиенте и в коучинговой работе, и в терапевтической. То есть здесь никто не поможет, сам клиент должен выстроить для себя вот эту опору на сеть поддержки. Принятие публичных обязательств это когда я выхожу куда-нибудь и говорю, так, граждане, я вот это делаю или я грязно-земляной червяк, да, как называли бандерлоги к в небезызвестном мультфильме. Это тоже многим клиентам помогает, это не то, что обязательно нужно делать, но это то, что мы можем тоже с разрешения клиента предлагать как некий рабочий инструмент для того, чтобы, ну, условно, обратной дороги не было, да. Если я публично обязался пройти через какие-то изменения, то как в мужской среде, да, могут сказать, извините меня, мой французский, что перед пацанами западло, да, я как бы пообещал, а что-то не сделала, вот, но даже если такими терминами не выражаться, то все равно, да, некая ответственность за собственную репутацию в глазах других людей, вот я тут громко понаобещал, а сам откатился, это может помогать в будущем, но не всем клиентам это заходит, да, поэтому мы естественно как коучи, мы уж тем более на этом не настаиваем и как психологи-консультанты или терапевты тоже здесь к этому нужно относиться, в общем, достаточно осторожно, хотя инструмент полезный. Завершает стадию подготовки наш с вами клиент уже с готовностью 9-10, с пониманием важности изменений на 9-10, уже условно, извините тоже за выражение, бьет копытом, хочет, значит, все, бежать вперед. Отлично, чем быстрее, соответственно, это проходит стадия, тем, с одной стороны, да, нам нужно быть внимательными, что человек ничего не упустил, ничего из тех ресурсов, на которые человек может опереться, ничего из хотя бы гипотетически предлагаемых возможностей насчет того, что может откатить его назад, и тогда клиент готов к тому, чтобы двигаться дальше. Если нам кажется в коучинге, опять же, что клиент где-то что-то недосмотрел, то, опять же, мы не можем клиенту запретить броситься в действие, получить новый опыт, опять же, наткнуться на какой-то триггер неудачный, да, и откатиться назад. запретить мы человеку этого не можем, но как коуча мы все равно можем дать обратную связь, да, сказать, скажи, пожалуйста, вот в этой зоне, как тебе кажется, есть ли что-то еще, что-то мог бы предусмотреть, например, и это вполне допустимая наша профессиональная возможность. Наконец, возможно, самое простое, это работа со стадией действия, потому что вот там как раз наш с вами когнитивно-поведенческий подход, это то, что студенты осваивают, наверное, в первую очередь именно в контексте стадии действия, да, то есть это работа с какой-то эффективностью, с результативностью, это проблем-солвинг, то есть решение проблем, анализ проблемного поведения, удержание фокуса внимания, все то, с чем мы с вами хорошо умеем работать, привлечение, опять же, ресурсов для данных конкретных действий, удержание мотивации, здесь, в общем-то, да, у нас все более-менее понятно. На что можно обратить внимание из психотерапевтической практики, что, во-первых, план противодействия срывом, он не высечен в камне, его можно постоянно улучшать, то есть если человек сталкивается с каким-то триггером, который мог его откатить к прошлому состоянию, да, ну не подумал там про командировки проработать или что-нибудь такое еще, то эти триггеры обрабатываются вместе с коучем зачастую, да, и изменения вносятся в план противодействия срывом, человек становится более устойчивым по отношению к тому, что могло бы человека откатить назад. Но кроме этого, есть еще и такие действия общего характера, которые могли бы помогать человеку двигаться в рамках желаемых изменений. И здесь эти четыре пункта последние, которые здесь есть, да, на слайде, это работа с такими интегральными характеристиками человека, как толерантность к фрустрации, толерантность к неопределенности, опять же, перевод локуса контроля из внешнего во внутренний, то есть из того, что мои изменения зависят от внешней среды, что я мало на что влияю, в то, что наоборот, я являюсь автором изменений, успешность этих изменений зависит от меня. Опять же, локус контроля мы можем измерять, у нас есть опросники для этого, то есть здесь тоже у нас есть инструментарий и возможности работать с этим в коучинге, в модельности. И, наконец, работа с жизнестойкостью. Напомню о том, что жизнестойкость это такой тоже вполне научно валидированный, да, исследуемый конструкт в психологии, в психотерапии, который показывает наличие у человека способности, то есть знания, умения, навыков таких уже интегрированных. Во-первых, справляться со стрессами, а во-вторых, даже если со стрессом справиться в полной мере не удалось, то способности человека восстанавливаться после стресса достаточно эффективным образом. Мы понимаем, что жизнестойкость это не давность, что жизнестойкость можно и нужно развивать. То есть существуют тренинги жизнестойкости, существуют техники, методики, вы самостоятельно можете тоже изучить эту тему, это предмет отдельной долгой беседы. Я, наверное, просто остановлюсь на рекомендациях Американской психологической ассоциации, какие вещи позитивно влияют на развитие жизнестойкости. Опять же, не буду все зачитывать со слайдов, но мы видим, что здесь есть и некие когнитивные действия, то есть интерпретация того, что такое кризис, насколько это выносима или невыносимая проблема. Это работа и с принятием, это работа с мотивацией, готовность предпринимать решительные действия. Здесь же это получается работа с типичными коппинг-стратегиями, замирание, капитуляция, гиперкомпенсация, насколько это полезно для человека в тех или иных ситуациях, изменения и так далее. Опять же, чисто когнитивные вещи вроде сохранения долгосрочной перспективы, то есть, что человек не фокусируется только на здесь и сейчас масштабах одного дня, но рассматривает эти житейские неурядицы в каких-то более длительных контекстах продолжительных и понимает, что следуя печати царя Соломона, все проходит и пройдет и это. Конкретная работа с гигиеной сна и отдыха, с тонусом тела, внимание к собственным чувствам, контакт со своей эмоциональной средой, проживание своих собственных эмоций, это все тоже позитивно влияет на развитие жизнестойкости. Можем ли мы именно в коучинговой модальности клиенту это предлагательно настаивать на этом? Наверное, нет, но тем не менее в рамках психообразования, которое у нас в когнитивном поведенческом подходе допустимо, мы можем какие-то отдельные вещи из этого клиенту предлагать в те моменты, когда это уместно и своевременно. И вы видите, что это может дать потенциальную результативность. Кроме этого, если мы видим, что клиенту не хватает навыков жизнестойкости, то мы опять же можем здесь с разрешения клиента пользоваться своей экспертизой предложить, например, пройти где-нибудь тренинг навыков жизнестойкости. Они бывают в рамках DBT-групп, они бывают отдельные для того, чтобы как-то именно над этим поработать. То есть, например, человек капитулирует в неблагоприятной ситуации и из-за этого упускает какие-то возможности и шансы. Мы можем сказать, что можно с этой конкретной мишени пойти к психологу-консультанту, если у нас нет этих компетенций. Или, например, если мы видим, что все упирается в то, что кризис и стрессогенные события рассматриваются как невыносимые, от невыносимых проблем человек избегает, и это состояние является тотальным, то есть, это относится к проблемам во всех сферах жизни. То здесь мы тоже видим, это становится маркером, например, переконтактации в модальность психологического консультирования или даже психотерапии. То есть, рассматривая человека еще через призму развития жизнестойкости в целом, мы тоже можем принимать некоторые обоснованные решения относительно того, куда может двигаться долгосрочный коучинговый процесс. Понятно, что это относится к долгосрочным контрактам, но если мы говорим про краткосрочный контракт, я здесь уже буду переходить к подведению итогов насчет того, о чем мы говорили, даже если вы работаете в одну сессию и к вам пришел клиент, он выкладывает некий запрос, то это уже говорит о том, какие цели могут потенциально быть целями сегодняшней сессии. Если к вам пришел человек на стадии размышления, то вряд ли даже конкретный план действий можно реализовать, если человек еще плотно в размышлении находится. То есть, гипотеза первой линии это то, что результатом сессии может быть принятие решения в лучшем случае или накопление каких-то сбор какой-то информации или какое-то осмысление с разных точек зрения, прояснение для того, чтобы решение позднее было принято. Поэтому, даже когда человек приходит и говорит, я хочу какой-нибудь инструмент, чтобы что-то произошло, важно разобраться, а человек действительно хочет это сделать или нет. Как мы можем это определить? Мы вначале задаем вопрос. Скажите, насколько для вас важно этот запрос решить прямо сейчас, в этом жизненном периоде или сегодня? И как вам кажется, насколько вы готовы к тому, чтобы взять и пойти применять то, что вы сегодня получите? Если человек, вы видите, что колеблется или оценивает готовность где-то на четыре, на пять, то есть я готов, но вот мне не хватает все-таки информации, чего-то еще, это снова говорит нам о том, по крайней мере на уровне гипотезы, что человек находится на стадии размышления. По опыту реже приходит клиент, который говорит, вот все, я решил, я буду это делать, но я не знаю как, давайте с вами помогите мне с этим разобраться. Здесь тогда мы уже понимаем, что ценным результатом человека, который находится на стадии подготовки, могут быть ну собственно все то, о чем мы говорили, конкретные планы действий, более глубоко проработанные вопросы, связанные с потенциальными триггерами отката к исходному состоянию, возврата в сегодняшнее статус-кво инструменты, связанные с планом противодействия, срывом, письмо в будущее, опору на сеть поддержки, принятие публичных обязательств, вот это все может стать результатом. Обычно действительно человек в этом состоянии описывает, что я хочу план действий четкий, это тоже может быть таким признаком того, что человек находится на стадии подготовки. ну и наконец в действии очень нередко это люди уже с конкретной поставленной целью, обычно она является измеримой, или человек уже движется к ней какое-то время, человеку нужна очень часто в этой истории поддержка по подотчетности, то есть человек говорит, я знаю, куда мне двигаться, в общем-то, вехами, но мне нужно, чтобы кто-то меня пинал, иногда даже прям так заявляют, или мне нужно кто-то, с кем я мог бы раз в неделю встречаться и как-то сверять, там я нахожусь, там ли я двигаюсь вперед или не там, это тогда у нас стадия действия, на этой стадии нам важно понять, действительно ли человек полноценно прошел стадию подготовки, потому что если это не так, то мы можем заподозрить, что откат будет более, ну больше рисков того, что человек откатится назад, или получит некий опыт, который мог бы и не получать, если бы что-то было лучше продумано на стадии подготовки, мы можем это выяснить как-то бегло за несколько минут в начале сессии и тогда в качестве цели ставить уже работу в дальнейшем контракте, либо это бывает цель в форме конкретного проблем-солвинга, конкретного препятствия, с которым столкнулся человек в ходе движения к цели, то есть человек говорит, я все понимаю, я двигаюсь, но вот здесь я уткнулся и мне надо как-то с этой проблемой разобраться и тогда получается, что здесь мы тоже нарабатываем навыки, докручиваем план противодействия или срывом, или препятствием, как угодно вы можете его назвать, в общем, работаем теми инструментами, которые описаны как эффективные на стадии действия. Вот, об этом я хотел сегодня рассказать. В завершении скажу, что я еще предоставлю, если вы смотрите в записи, то, скорее всего, есть ссылки на, во-первых, научные публикации как о самой стадийной модели изменений, в том числе в когнитивно-поведенческом подходе, статья Фримана Долана, также статья с критикой стадийных моделей, просто чтобы вы имели в виду, какая она есть, естественно, критика связана с тем, что не все стадии ярко выделены, там не всегда между ними есть четкие границы, что не всегда человек, то есть бывают случаи, когда человек все-таки проходит как-то другими шагами эти стадии и все становится с этим человеком хорошо, ну, то есть, понятно, но если мы относимся к этой модели как к некой общей карте, которую мы прикладываем к конкретному клиенту, то она дает достаточно большое количество информации для того, чтобы мы работали с клиентом более эффективно. Вот, пожалуй, на этом все. Если есть вопросы, Наталья, Зинаида, Анна, по каким-то конкретным, может быть, кейсам из вашей практики, пришел такой клиент или бывает такой тип клиентов, где они находятся, в какой стадии, или, может быть, вы что-то не поняли из того, что я рассказывал о стадиях, пожалуйста, откликнитесь, потому что это будет полезно и нашим потом зрителям вебинаров записи, для того, чтобы, может быть, мы на какие-то вопросы, которые могли у них возникнуть, ответили. Можно написать в чат еще. Ага, вопросов нет, значит, я был блестяще ясен, прекрасно, спасибо, коллеги, есть ли какие-то примеры кейсов или вопросы? Да, Зинаида, подняли руку, пожалуйста, выходите в эфир. Алексей, подскажи, пожалуйста, где посмотреть информацию более глубже по квадранту, вот этот вот квадрат, я просто визуал, мне нужно ее посмотреть, если речь про анализ плюсов и минусов, то, во-первых, собственно, про Хаско-Норкерс Ди Климента, психологию позитивных изменений, во-вторых, я крайне рекомендую поучам, да и психологам тоже, на самом деле, почитать вот этот замечательный труд, это Миллер Ролник, мотивационное консультирование, по-английски это называется motivational interviewing, по-русски мотивационное консультирование, книжка прекрасная, там тоже подробно все эти техники описаны, и с картинками даже, наверное. да, спасибо, спасибо огромное. Да, тогда тоже в список литературы добавим. Так, смотрю в чатик, благодарности вопросов нет, благодарности вопросов нет, ну, если вопросов нет, тогда я думаю, что для тех, кто смотрит в записи, можно оставлять вопросы в комментариях, я буду послеживать периодически, да, за комментариями и отвечать, если они возникнут. Вот, в целом, я надеюсь, что наш сегодняшний вебинар будет полезен как отправная точка, да, потому что, естественно, нюансов много, но я предлагаю вам заглубляться в литературу, да, и уже исходя из этого формировать какие-то вопросы на дальнейшее развитие, в том числе и в рамках обучения. В конце тогда, да, для завершения скажу, что в Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии есть секция коучинга Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, которую я возглавляю, в которой периодически проходят разнообразные образовательные мероприятия вроде сегодняшнего. Поэтому вы можете, опять же, узнать подробности о секции, вступить в нее, вступить в телеграм-каналы, наши подписаться на них тоже по ссылкам, которые будут прикреплены здесь к описанию этого видео. Мы приглашаем, потому что у нас проходят всякие интересные мероприятия, встречи клуба коучей, интервизии межмодальные межмодальные для поучей, психологов, консультантов, лекционные мероприятия, об этом я уже сказал, периодически всякие закрытые инициативы вроде peer-to-peer коучинга, когда мы тренируемся на кошечках, методологические семинары, возможности для научных исследований, в общем, много чего интересного. Если вы хотели бы развиваться в этом направлении, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Кроме того, секция ведет достаточно большое количество образовательных мероприятий, это тренинг техники навыков по коуч-позиции, например, я провожу, это отдельные базовые курсы, для тех, кто смотрит это в октябре, ноябре, скоро уже будет запущен базовый курс по когнитивно-поеденческому коучингу пар и отношений, тоже очень интересное направление, Елена Вадимовна Ханина будет его вести, поэтому следите, подписывайтесь, вовлекайтесь, мы будем рады новым участникам, тем, кому интересно развивать когнитивно-поеденческий коучинг, доказательный коучинг и коучинг-псайкологи, вот эти направления в России вместе с нами пожалуйста присоединяйтесь. Благодарю еще раз тех, кто сегодня был вживую, потому что энергия по-любому все равно играет роль, спасибо, что была возможность вам об этом рассказывать и до встречи на новых мероприятиях, пожалуйста, регистрируйтесь, приходите, слушайте и самое главное внедрять в практику. Спасибо, друзья, вроде в тайминг я вложился, тогда всем прекрасного вечера и до новых встреч на образовательных мероприятиях секции. Спасибо вам огромное, было очень интересно, познавательно, было очень здорово, спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо, до встречи. До встречи.